и её защитная оболочка. Помимо удалённости от Солнца, скорости вращения вокруг своей оси или рельефа поверхности, большим значением для существования жизни на Земле обладают и размеры этой планеты. Если мы проведём небольшое сравнение, то убедимся, что небесные тела могут обладать различными массами. Например, Меркурий обладает только 8% от массы Земли. С другой стороны, Юпитер по своей массе превосходит вес Земли ровно в 318 раз. Хорошо, но возможно ли, что величина Земли среди прочих планет со столь различными размерами определилась случайно, само собой? Нет. Если изучить особенности земного шара, окажется, что небесное тело, на котором мы с вами живём, имеет самый идеальный размер. Вот что говорят об этом американские геологи, пресс и сиверы. Земля имеет самый оптимальный размер. Если бы она была меньше, то сила притяжения её уменьшилась бы и оказалась бы не в состоянии удержать атмосферу вокруг Земли. Если же она была бы больше, то это привело бы к увеличению силы её притяжения, и она удерживала бы в атмосфере некоторые ядовитые газы, что сделало бы, в свою очередь, атмосферу опасной для жизни. Наряду с массой Земли, её внутреннее строение также заключает в себе особый замысел, который делает возможным жизнь на этой планете. Недра Земли до самого её ядра составлены из различных слоёв со специфическими особенностями. Слои, находящиеся в движении, создают особое магнитное поле, определение нами направления при помощи компаса, а также ориентация в пространстве мигрирующих перелётных птиц, возможно лишь благодаря этому магнитному полю. Более того, данная магнитная область простирается за пределы атмосферы и составляет особую защитную броню Земли от возможных опасностей, которые грозят нам из космоса. Большинство блуждающих в космосе смертоносных космических излучений и метеоритов не могут преодолеть эту защитную броню вокруг Земли. Большая часть потоков плазменных облаков, образующихся во время солнечных взрывов, отталкиваются от попадания на Землю именно этим магнитным полем. Оставшееся небольшое количество облаков направляется к малопригодным для жизни полярным районам Земли. Частички солнечного излучения, сталкиваясь с атмосферой, в этих районах образуют восхитительное световое зрелище. Не будь у Земли этой магнитной брони, всё живое на планете было бы уничтожено смертоносными космическими лучами. И её не существовало бы вовсе. Однако, благодаря магнитному полю, образуемому земным ядром, наша планета имеет совершенную защитную систему. Всевышний Создатель напоминает нам об этой истине в Коране. И мы устроили небо надёжным кровом над ними, а они от знамени этих отворачиваются.